Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет видео про павлопосадские платки. Я согласна, точнее, про павлопосадские изделия. Я бы так сказала, я согласна с предыдущим видео на данную тему. У меня есть плейлист на тему павлопосадских платков. Ссылку на этот плейлист я оставлю под этим видео, где вы можете посмотреть всё, что я когда-то приобретала от павлопосадской мануфактуры, правильно назвать так, и предыдущее видео на данную тему я назвала «Новинки павлопосадских платков», но новинки – это лично для меня, это не новинки в общем. Поэтому просто покупки павлопосадских платков. Заказала я снова на официальном сайте. Одна моя зрительница, спасибо вам огромное, провела некое такое расследование, назовём это так, и уточнила на самом сайте павлопосадской мануфактуры, есть ли у них представительство на Вальберис, и ей сказали, что да, там есть официальный магазин, можно так его назвать, да, и там продаются оригинальные изделия. Но я посмотрела и там, и там. По ценам что-то выходит дешевле на Вальберис, что-то дешевле на самом сайте. И новиночки, если какие-то появляются на сайте, они чуть позже появляются на Вальберис. То есть и на Вальберис, например, можно найти те платки и изделия, которых уже нет на самом официальном сайте. Но я вам скажу так, покупать надо сразу. На Вальберис надо заказывать сразу. Я там себе хотела купить один платок, и пока я что-то ходила, думала-думала, в общем, потом забыла, вспомнила, через два дня зашла, его уже нет в наличии. И на самом сайте нет, и на Вальберис нет. Так что, девочки, если особенно это какие-то тематические изделия, там, к Масленице, к Зимее, там, я не знаю, еще к какому-то празднику они делают, то обязательно нужно покупать сразу. Так, про это рассказала, и давайте с вами распакуем мою красоту. Заказала я именно на самом сайте, потому что я хотела здесь два изделия, которых не было, ну, на момент заказа не было на Вальберис. То есть, оплачиваю я, выставляют мне счет, я его оплачиваю, ну, через карты, и доставка у меня получается бесплатная, доставка почты России. Единственное, что все это очень долго. Три дня отправляют заказ, точнее, сутки на выставление счета, три дня мне отправляют заказ, даже четыре, и пять дней идет еще по почте. То есть, на Вальберис, если заказывать, то придет быстрее. Вот, но это стоит того, чтобы подождать. Так, давайте я распакую. Я всегда отмечаю вот эту вот упаковку из бумаги. Мне она очень нравится. Все еще идет вот в таком пакетике. Ну, я это показываю все время, как упаковано и так далее. И давайте первое изделие, ради которого я и сделала весь заказ. Это не платок, это правильно называется шарф-палантин, вискозный набивной. Это у меня кот шуршит бумажками. Вискозный набивной, стопроцентная вискоза, размер 80 на 200, сорт первый, автор рисунка Макаганчук Инна. Названия рисунка здесь, кстати, нет, стоит прочерк. Но я потом поближе вам покажу. И этот палантин я специально покупала. У меня есть такое бордовое пальто, бордового цвета. И мне этой весной хочется, ну, как-то не то, чтобы обновить его, мне хочется как-то, ну, что-то новое, пальто новое покупать не хочу. А вот решила, что если я куплю новый шарфик, то это будет, ну, что-то новенькое, скажем так. Я потом его разложу на кровати, покажу, как выглядит. Вот такой, он такой тоненький, прям классный. Вот такой вот длинный, красивый. Ну, по мне так очень красивый. Получается вот такой палантин. Не знаю, можно его как-то. Как-то я просто показываю все время обычно на себе. Он такой достаточно яркий. И вот это бордовое пальто я, кстати, все время ношу с джинсами, поэтому подумала, что такое сочетание синего и красного будет супер смотреться. Как вам, девочки? Мне очень нравится. Так, также я в прошлом видео тоже на данную тему говорила о том, что я хочу на себе именно шелковый платок. И я такое, конечно же, купила. Значит, изделие из высококачественного шелка. Значит, что у нас тут? Вот, например, правило ухода. Здесь вот, например, указана ручная стирка. При температуре 40 градусов не замачивать, не отбеливать, не сушить в барабане стиральной машины. Горизонтальная сушка на плоскости гладить при температуре подошвы 100 градусов. И сухая чистка. Вот. Стирать не рекомендуется, но я стираю. Я вам об этом говорила, но не рекомендуется. Если вы боитесь испортить, то лучше не стоит. Значит, платок из натурального шелка набивной. Шелк стопроцентный. Стопроцентный. Размер 65 на 65. Это автор рисунка проект Палитра. То есть, не автор, а именно проект Палитра написано. И название рисунка Любимая Полянка. Любимая Полянка. Сейчас я вам его покажу. Он обалденный, девочки. Смотрите, какой. Боже мой. Ну, скажите, красота. Шелковый. Видите, он прям такой мягенький-мягенький. Очень красивый. Давайте я его воно себе. В конце видео я покажу в разложенном виде. На кровати разложу. Там просто удобнее. Более красиво. Не знаю, как его сложить. Сейчас как-нибудь вот так вот сложим. Сделаем вот так. Он такой маленький. Наверное, даже не так. Не знаю. Не знаю, как его завязать. но это я не к чему-то. Это я просто так, как делала заказ, решила, что раз я хочу шелковый платочек, то надо такая косыночка. Почему нет? В общем, вот такой вот суперский шелковый платок. Очень красивый. Мне он очень понравился. Вот эти цветы здесь как Анютина глазки, да, по-моему, они называются вот эти вот. Очень. Прям красивый, мягенький, приятный. Мне очень нравится. Так, и последнее. Это изделие. Когда я увидела, я поняла, что мне просто оно необходимо, потому что я очень люблю. Кстати, тут еще товарно-транспортная, накладная. И я заказала вот такую вот сумку. сумка это идет из стопроцентной лен. Я вообще обожаю вот такие тканевые сумки. Я их очень часто, я их и зимой, кстати, ношу. Но в основном я как сумки шопера использую, то есть для каких-то покупок. Подумала, что на лето, смотрите, какой рисунок. Вот, посмотрите, это же просто красотень. На лето, например, с джинсами, с белой футболкой и вот такая сумка для меня это просто девочки огонь. Внутри она идет просто без подкладки, без всего. И здесь идет один вот такой вот кармаш. Кстати, здесь бирочка. Проект, так, автор рисунка, проект палитра. Это то же самое, что вот этот вот платок идет. Супер. Кстати, сочетание тоже будет отлично. Да, вот такой вот платок с сумкой. Супер. Ну, в общем, там были разного цвета рисунки и красные, еще какой-то, но мне, я подумала, что с джинсиками так вот взять куда-то побежать будет вообще супер. Здесь она идет вот такое, кстати, дно, не просто навозька вот такое вот, но еще достаточно широкое, достаточно вместительное. Так, давайте я вам прочитаю, что здесь написано. Платок из натурального... Ой, это платок, извините. Так, давайте вот эту бирочку. Здесь, кстати, есть тоже вот такая бирочка Made in Russia. Так, чисто льняная набивная сумка 100% миллион. У нас названия рисунка нет, проект Палитра сорт первый. Вот и все. Вот. Швейное изделие. Вот такая, но сумочка вот этой девочки это просто огонь. Ее можно использовать, ну, мое мнение, как пляжную, как просто за покупками, но я обожаю. Я вообще в последнее время перехожу вот на такие тканевые сумки для покупок, чтобы не покупать пластиковые пакеты. Да и вообще, мне кажется, пластиков у нас слишком много. И вот такие вот пакеты, скажем так, выглядят намного-намного симпатичнее. Так что вот такая вот у меня появилась красота на лето. Мне безумно нравится рисунок просто огонь, девочки. Вот. И давайте я вам сейчас покажу все это дело поближе. Итак, показываю все поближе. Не стала включать искусственное освещение, потому что при дневном краски передаются именно так, как они есть. Посмотрите, какая красота. Мне почему-то кажется, что это маки. Я не знаю, права я или нет, напишите, но мне кажется, это маки. Очень яркий, красочный шарф, да, палантин. Мне очень нравится. Я прям как увидела на сайте, девочки, влюбилась. Не смогла удержаться и себе отказать. Так, показываю поближе бирочку. Вот, видите, название рисунка прочерк, автор рисунка, сорт первый у нас получается. И вот здесь вот, вот видите, ручная стирка, только ручная стирка получается, да, ну и химчистка соответственно. Размер сорт первый стопроцентная вискоза. Ткань очень приятная, сделана без бахромы, вот такой, видите, он такой тоненький, прям вообще классный, но он односторонний, с другой стороны вот так вот выглядит. Вот, супер, очень красивый, мне безумно нравится. Так, и теперь следующий платок и сумка. Давайте платок возьмем шелковый, он очень такой прям мягенький, гладенький. Вот это анютины глазки, по-моему, называется. Очень люблю, кстати, вот эти цветочки. Мне они нравятся. Или незабудки. Как они называются, правильно, я забыла. В общем, вот такие вот весенне-летние цветы. здесь название рисунка, любимая поляна, проект палитра, автор рисунка, сорт первый. Так, и здесь вот, вот, пожалуйста, натурального шелка, набивной, шелк стопроцентный, размер 65 на 65, сорт первый. И вот, как ухаживать, кому интересно, нажмите на паузу и прочитайте, как правильно за ними ухаживать за платками. Вот, платок очень красивый. Ну, и сумка. Сумка, она не чисто белая, она такая больше молочная, из натурального льна. Прям очень классная. Вот такие здесь цветы. Чем-то мне напоминает гжель. Да, девочки, есть что-то, что-то похожее. Вот, здесь идет, получается, ну, ручки. Ручки вот так прошиты тут хорошо. И вот один маленький кармашек, в котором как раз у нас вот эта бирочка. Название рисунка нет, проект, автор рисунка проект Палитра, сорт первый. Так, и вот здесь размеры 40 на 45, стопроцентный лен. Вот, сумка чистовненная, набивная. вот так вот. Ну, конечно, самая красота это вот, вот это все ерунда по сравнению вот с этой красотой. Конечно, на шелковый платок сесть, да, это же самое то. Слушайте, он все время, я снимаю, когда какие-то видео, он все время за мной ходит, смотрит на меня так внимательно, боно при этом воду все время пьет, то есть у меня вообще какой-то, я не знаю, что это такое, какой-то кошмар. В общем, вот такая вот красота, какая-то у меня синяя-красная тема, да, ну, вот как-то такое, видимо, настроение у меня. Вот, ну, красота, согласитесь, девочки. Вот такие вот у меня появились новиночки, я очень-очень рада, я обожаю Павла Посадский и все вот эти изделия, мне безумно нравятся, они у меня, не знаю, как-то вдохновляют, улучшают мне настроение и чем я хочу поделиться тоже с вами, и я считаю, что это просто огонь, вот. Так что ссылки я вам оставлю под этим видео, ссылку на, также на мой плейлист про Павла Посадские платки, я не являюсь коллекционером, я являюсь любителем, вот. Ну, и на сегодня я уже буду с вами прощаться, я надеюсь, что вам понравилось такое видео, было полезным, интересным, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте себя радовать и баловать, любите себя, всех люблю, целую, до новых встреч!